Киркот Киркот Но падение получилось 4 перелома за раз. Поэтому я сейчас вот еще отхожу от них. Поэтому если так, я буду сидеть, ничего? Вообще как стою, правда, проповедствую? Вот, ну, задело, значит. Что же такое с этим происхождением нашей Вселенной? Ну, такой путанец, как сейчас, я еще не видел никогда. А, ребята, вот самое хорошее время было в советские годы. Никто толком еще не знал вот об этих всех современных понятиях. Черные дыры, кротовые норы, струны там к темной материи. Ну, что так не напридумывали? И, главное, такие кусочки. А зачем меня одного, ребята? Мне не согласен. Можно? Нет, ну, пожалуйста, в зал зажгите. Нет, я хочу вас видеть. Нет. Ну, зажгите зал-то, и вам удобно сейчас. Ну, как было, сделайте, а? Товарищ, кто это? Лектар. Да-да, вот так вот, прямо. О-хо-хо. Ага. Да. Мне сегодня объяснили, почему эти певицы, ну, и даже и певцы, обычно, вот прям почти глотают микрофон, когда поют. Оказывается, то, что поют под фанеру, и если я могу и так петь, то будет видно, что ее движение не совпадает с текстом, да? А так она прячется под эту штуку, и... Ну, ладно, что-то... Ну, свет, ну, хоть я так вас вижу только. Приятного аппетита, ребята. Христос воскресе! Христос воскресе! И если есть, так сказать, так мусульмане, не обессудьте, не обессудьте, ну, потому что... Ну, кстати, конечно, такие более жесткие мусульмане, скажешь, Христос воскресе! Говорят, может быть! Там что-то такое, знаешь? А вот настоящий, вот добрый мусульманин, который уважает и другие, конфессии. Вот православный идет, говорит, Христос воскресе! Он же не знает, что это мусульмане на встрече. А тот так останавливает, говорит, ай, молодца! Ай, молодца! А как Леонид Ильич Брежнев, когда, вот, тоже Пасха была, он идет, ему там встречается, Христос воскресе! Вот, Вот, ну, и дальше, ему опять, Христос воскресе! Да мне уже доложили! Христос воскресе! Бедный Леонид Ильич, ты хороший мужик был! Ну, как, конечно! Ну, нельзя так долго уже, вот, и его просто использовали, использовали, просто, как-то выжимали с него, это, как вот, рога и копыта, в литературке раздел, вот, если я буду отвлекаться на какие-то, маленькие, аликдотики, вот, рога и копыта, такой раздел был, замечательный! И вот там было, как раз, вот такие, ну, новости, науки, или чего-то такого, и там было сказано, что, сейчас, значит, в научно-соединительном институте создан новый аппарат «Елочка», знаете, что такое «Елочка», да? Ну, это когда, вот, стоит действенный аппарат один, а то, вот, они таким кругом стоят, и вот, четыре, или даже пять коров подводят, каждый, значит, одевает это все, автоматически, сосалки, раз, 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 и сразу четыре-пять коров доятся одновременно, знаешь, и вот тут сказано было, что, в Новосельском институте, значит, создан новый, принципиально новый аппарат «Елочка», который может выдавить из коровы на два литра больше, чем в ней есть. Это, вот, примерно, то же самое с Брежневым, произошло. Ну, к сожалению, так, если вы выдали все, что можно, то, что нужно, а может быть хорошим. Ну, и, дальше, то есть возвращаемся все-таки к происхождению вселенной. В советское время я очень любил астрономию, отец меня тоже этому всему учил астрономии, там, и ботаники, и все. Он тогда вернулся из фронта и, значит, уже занялся воспитанием двух сыновей, мне было тогда что-то 9 лет, правда, 14 уже. Ну, конечно, во-первых, мы все время следили за тем, что происходит на фронте, и, в общем, ой, ну, это я сейчас отвлекусь, я так, нас, в самом конце, мы немножко поздравим вас с наступающим днем победы, буквально, послезавтра, нельзя этого не отметить, но это, я нашел, так сказать, способ заключения. Какой маленький ребенок теперь, или, может быть, он думает, куда меня мама притащила? Ну, вот, видишь, все смеются, и она смеется пока. Ну, если чего-нибудь, сразу идите домой, если что, вы не захотите спать, или шкаф. И вот, и вот советское время во всех книгах по астрономии, учебниках, везде было написано очень просто и доходчиво. Наша Вселенная вечно и бесконечно. Хороший термин. Он говорит, ну, а как это так вечно? Вот так вот вечно. Знаете, ну, была, есть и будет. Это именно такой стабильный взгляд на вещи. Правда? Была, есть и будет наша Вселенная. И при этом, понимаете, одна маленькая, небольшая уловка. Если мы признаем вечной и бесконечной, она вот идет, идет, идет до бесконечной. А когда, ну, а как это бесконечно? Как это? Ну, человеческому уму это еще не понять в данное время. Ну, следующее поколение как-нибудь это объяснят более глубоко, но она вечно и бесконечна. И тут отпадает полностью вопрос, который сейчас мучает всех ученых, и они все придумывают всякие. Я приведу пару примеров таких вот. ну, совсем не научных подходов, например, кто создал Вселенную? Если она вечна и бесконечна, такого вопроса нету, правда? Она была, есть и будет. Никто ее не создавал, она была, есть и будет. А вот если сказать, что она где-то началась, началась с какого-то момента, это хуже дело, потому что тогда, кстати, вопрос, откуда она взялась? И вот она, а то, что она взялась откуда-то, вот нам помогли наши айтишники, айти, технологии айти, интернет, не интернешнл, а интернет технологии. Ну, интернет это все-таки как бы это ужасно, интернет вообще, там все нарушает, там какие-то фейки, бейки, так, а с другой стороны, когда нужно что-то узнать, тю-тю-тю, опа, сразу раз, ответ, раз, ответ, больше нехто это развяливает, так сказать, ну, что там, учить, заучивать, нельзя, вот, смотрю, но с другой стороны, если вы всерьез занимаетесь каким-то исследовательской работой, вам надо, ну, сейчас узнать, там, атомный вес того, когда было открыто, то вот, раз, хупа, если вы будете, как я вот в свое время лазить по справочек, значит, справочек, по алфавиту, даже вот эти толстые словари, толковые словари, вырезали вот так странички и поставили букву, чтобы сразу не искать с первой буквы до последней, это вот сюда, это сюда вот, вот, ну, извините, если что-то, вот, кто-то уходит, если чего я, то, сказать, а, я думал, что это, так сказать, первые беглецы в машине, нет, там охраны нет, сзади, так сказать, вот, вот, и, значит, и вот здесь, международной, это си интернет, интернет, технологии, значит, они помогли узнать то, чего мы никогда бы не узнали, и вот здесь я хотел вас, так сказать, предупредить, что никогда не надо смеяться над устаревшими взглядами, вот, какие-то устаревшие взгляды, да, всегда были взгляды такие, потом следующие, потом следующие, ведь вы помните, поначалу, то, что сказано там в древних книг, в ветхом завете сказано, как что, в начале, я могу буквально привести цитату, к которой мы потом вернемся в конце рассуждений, в начале было слово, и слово было Бога, слово было Бог, и не было ничего, только дух метался, причем, перевод, это уже 25-й перевод с древнеарамейского, на иудейский, с иудейского, на латынь, с латынино-греческий, наоборот, с греческой на церковь, славянский, и там вот, смотрите, только дух метался над водами, откуда воды взялись, если не было ничего, а вот дух был, понимаете, и почему он метался, а спокойно, он просто так висел в невесомости, дух, но было слово, и был дух, вот это интересно, ну и одно, в общем, и без визу ничего, и тогда Бог сказал, да будет свет, да будет свет, и понеслась, как-то свет, и тут что, в первый день возникло то, во второй день, в шесть, шесть дней, на седьмой он отдыхал, по-моему, именно шесть, вот отдыхал, и Бог сказал, это хорошо, все, что удалось сделать, это хорошо, а создавались там, звезды, земля там, все это, да, но, так как это описано с шесть дней, ну, даже эти древние мудрецы, естественно, понимали, что эти, это аллегории, так аллегорически, конечно, кто может за шесть дней создать и звезды, и землю, и планеты, и воды, и океаны, вот, но те, кто писал, не представляли себе ни в малейшей степени вот эти особенности нашей Вселенной, почему они называли Вселенной, это настолько устаревшее название, Вселенная, куда мы вселились, или куда нас вселил Господь, Бог, как хотите, да, но мы-то вот на этой маленькой планете Земля, которая вращается вокруг маленькой, довольно звездной, ну, такой с целью, малого размера, называется желтый карлик, по определению, там еще есть совсем, такие, такие красные, еще более мелкие, такие, злобные звезды, с большой энергией, а есть белые гиганты какие-то, ну, которые говорят, что они очень старели, и что-то скоро погаснут, но это все варианты, главные, что мы, с точки зрения тогдашних жителей, которые жили на плоской земле, ну, земля же плоская, здравый смысл, что, она куда-то заворачивается, нет, это же можно только путешествием, который идет сотни километров куда-то, или идет на корабле, там поплыв, куда-то вокруг, оплывая, и то ошибались, даже колумб, который, так сказать, ну, поддался убеждению, что земля круглая, да, это не так легко было сделать, это конец 15 века, 1496 года, поплыву-ка я, не на восток, там оплывая, а Африку, и все-таки, а поплыву-ка я на запад, никому не знаю, что там на западе, и он поплыл, я же должен в Индию приплыть, Индию же вот там на востоке, правда, а я поплыл в запад, и прямо в нее воткнул, но размера земли он не представлял совершенно, и когда он наткнулся на эти самые, острова Карибского моря, там на Кубы, еще другие, он думал, о, это Индия, он же не был в Индии, там ни разу, какие-то краснокожие бегают, мужики, тетки там, вот это и есть индейцы, почему я не называл это индейцы, краснокожие, потому что Колумб, когда еще он прибыл в Индию, и, вот за это он был наказан, и сама Америка была названа не именем Колумба, а именем какого-то там позднейшего, если же Америго Респутчи такой был, который приплыл, то где-то не Индия, что-то совсем другое, и вот имя дали всему, всем обоим континентам, или сопконтинентам, они связаны, перешейкам, как вы знаете, а Колумба досталась только на Колумбию, то есть одна сторона, и все больше, ну, и то спасибо, вот, потому что, конечно, вот, к индейцам относились, как вы знаете, очень плохо, но по крайней мере острова называется Веста Индия, вот это острова Веста Индия, вот этот вот залив, вот, полосы Юкатан, Флорида, и между ними такая, громадная, шерп, почти круглая такая чаша, этого моря Карибского, да, и, кстати, вот эта чаша, только недавно стало быть понятно, что эта чаша, место падения громадного, громадного метеорита, который, вот, вы помните Челябинский метеорит? Это такие, это такие мелкие шутки все, шутки космоса, вот вселенной нельзя называть это все, это космос, то есть это космическая пространство, в которой мы чуть-чуть, там шагнули на ближайший спутник самой Земли, на эту маленькую Луну, да, ну, что это такое вообще, проблема, это мы еще, по сути дела, в околоземном пространстве, а когда мы сейчас рассуждаем о том, что надо полететь на Марс, помните, на Марс, ну, вот для полета только на Марс, на ближайшую к нам планету, это вообще, туда лететь, что-то, где-то чуть ли не год, или что-то полгода или год надо лететь, туда, понимаете, ну, на порядке дольше, чем до Луны, вот, и, если туда долететь, то обратно уже не прилетишь, и довольно всерьез стали обсудить, а кто полетит, вот мне понравилось, что моя ровесница, и мы с ней очень давно, так сказать, в таких товарищеских отношениях пребывали на, я даже, мы трудились даже в одном и том же, так сказать, в одной и той же организации, в советское время была такая, советская ассоциация дружбы с народами Африки, или нет, советская ассоциация дружбы с народами зарубежных стран, и вот возглавила ее Валентина Владимировна Терешкова, наша первая женщина-космонавт, сначала она, правда, взялась руководить женщинами, Союз советских женщин, такой был, ну, ей это не очень понравилось, знаете, то есть, ну, то есть, это, ну, для такой яркой личности, как Валентина Владимировна, руководить группой людей по гендерному признаку, какие-то, вот мы женщины, чтобы быть, свои права, ну, сейчас очень это модно, права женщин защищать, ну, мне всегда хочется сказать, девчонки, и дамы, не перестарайтесь, не перестарайтесь, что же вы, вы влезаете больше, потому что тоже, вы как мужчины, ну, вы не должны вы как мужчины, вы лучше мужчины, сложнее мужчины, ценнее мужчины, понимаете, потому что только вы можете, сделать то, что сделал, вот, кто-то, кто, как теперь понятно, я бы назвал этим словом, тот, кто родил Вселенную, ну, Вселенная сама по себе не могла ни с того, ни сего взяться, хотя вот ученые, так и стерялись сейчас, они поняли, что Вселенная возникла, вот этот ребенок, он возник что ли, вот так сидела, сидела женщина, вдруг у нее на руках ребенок возник, не принесли, правда, он родился, она его родила, это великое чудо, эти чудеса происходят со всеми женщинами, а с мужиками, никогда, был один случай, вроде бы, УЗИ у какого-то мужчины показало, как бы, ну, естественно, что в нематушием беременность, вот, у нас там на, сзади университета другого народа есть такой институт материнства и младенчества, знаете, и туда поступил мужчина, значит, сказали, что у него УЗИ показало, что там ребенок, у него в животе, как он там оказался, непонятно, но говорят, что кто-то из этих экстравориантных миллиардеров американцев сказал, что первый мужчина, который родит ребенка, он, он, значит, там, миллион долларов сразу раз, от слюнит, как выражается, ну, пока еще такого не случилось, но тут, тут, тут вот, у нас недавно произошло такое, ну, там потом что-то такое выяснилось, какой-то фейтф, по-моему, но, значит, тут лежит, и все, у него там ребенок, как все, у него врачи собрался, они сидят около него, и пытаются выяснить, так называемые, этиология, знаете, что такое, в медицине, этиология, это происхождение данного, и заболевание, и вообще явление, правда, явление хорошее, конечно, но просто не знаешь, как он потом родится, только если вы сеченишь, так, вот, ну, и им очень хотелось понять, что же такое, чего, а он, а он, лежит, как мужик, повернулся к стенке, ни с кем разговаривать не хочет, но, значит, настояние у него полностью испорчено, и он, он еще не знает, что ему, у него шанс будет, миллион долларов, он об этом не знал, и, значит, вот это кто-то один самый, такой, доктор, который умеет поговорить, некоторые, скажите, что такое, почему, там, значит, некоторые, а он так ласковый, там, сзади, ну, пожалуйста, скажите, ну, как вот, почему вы считаете, откуда это у вас взялось, и он, наконец, вот, говорил, так повернулся к докторам, с таким жалостным выражением, все началось, смыть я посуду, и пошло, 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 и дошло до внимательной беременности, вот, так что, ребят, надо помогать, помогать женам обязательно, не может, но и мусор вывезти, что-то, но если вы будете за нее всем посуду мыть, то вот, это, знаете, погражающее имя, ну, вот, значит, а я все это к тому, чтобы подвести вас к тому, что вселенная родилась, родилась, у него должен быть, значит, родитель, правда? И вообще, в принципе, у, у, у такого родителя, по сути дела, если говорить о гендерности, его должно быть женское лицо, понимаете, женское, и в отношении очень интересное, вот такое я прочел, ну, конечно, это, меня, мои, так сказать, почтимые батюшки, из моих, так сказать, дружественных, конфессий, там, они могут меня за это судить, но это, это я не цитирую свое, я прочел это, будучи где-то в Англии, еще, не знаю, когда, в какие-то 80-е годы, первый раз я сижу, первый копью, то есть, там, иду, нахожу разговор Бога с Евой, Ева и Господь Бог беседу друг с другом, и, кстати, какая беседа, вот, прислушайтесь внимательно, и потом уже оцените значение этого интересного, так сказать, эксперимента, так сказать, ну, конечно, мы, если говорить с точки зрения религиозной, это ересь, конечно, а с точки зрения такой вот логики очень интересного, знаешь, Бог беседу с Евой, он говорит, Ева, я вижу, ты скучаешь, тебе одной очень скучно в раю, ходишь там, ходишь там, только эту неделю, другую закусить, как будто что ты ищешь, тебе не хватает общения, чувствуете, она одна в раю, она одна в раю, она одна в раю, женщина, и, в общем-то, логично, в том числе, что если он хочет добиться продолжения рода в северском, правда, должен сначала создать то, то существо, которому умеют продолжать этот род, правда, а уже потом подумать о том, что нужны ген, нужны генетические измельченные, так сказать, линии, а не клонирование, надо, чтобы у женщины был какой-то второй партнер, который помогал ей менять наследственность потомства, так сказать, от раза к разу, понимаете, ну, это в этом, так сказать, роль, так сказать, в семье брака, я бы сказал, и вот он говорит, ну, тебе скучно одно, ты знаешь, я собираюсь из твоего ребра сделать тебе, так сказать, спутником, вот, компанию на твое пребывание в раю здесь, но ты знаешь, мне хочется с тобой договориться, о чем, вот, то второе, второе я, которое я собираюсь создать, оно будет от тебя отличаться, оно будет грубее тебя, агрессивнее тебя, упрямее тебя, даже более злобное, чем ты, но более сильное, и сможет тебя когда-то защитить, если что, но с другой стороны, конечно, настолько примитивнее тебя, что просто даже говорить нечего, можешь себе представить, это будет потом, долго-долго, но вот когда их будет много, и можно собрать их человек 20, разделить пополам, бросить между ними мячик, они попытаются собрать гонять его, как сумасшедшая, радостная, какая-то, ну, для умной женщины какое-то бредовое занятие, понимаете, а не умы, там, совлечениями, но он про баскетбол что не говорил, и вот я тебе хочу с тобой договориться, что если он узнает, что мы сделали его из твоего ребра, он всю жизнь будет тебя ненавидеть, он тебе забил, он тебе, так сказать, потому что он пел, понимаешь, он такой, лидерство в таком, если вдруг он узнает, что он из твоего ребра сделан, он будет долг-долг потом-то изводить и все, придираться во всем, давай мы его обманем, что мы сделаем, я из твоего ребра его сделаю, а ты быстренько уйдешь в кусты, там, и, ну, лет 3-4-5 там побудешь за кустами одна, ладно, а потом я ему скажу, что, я его так положу, он заснет, а потом он скажет, я из твоего ребра вот сделаю, вот сейчас выйдет из твоего ребра, понимаете, и вот, ну, ты согласна, говорит, тогда мы от него это вот будем, у нас будет, так сказать, однотайна между нами, она, и она ему, знаете, что сказала, в этом английском варианте, это я по-английски читал, не по-русски, то есть, что такое, я еще не видел, она ему говорит, ну, договорились между нами, женщинами это останется, а что вот, понимаете, это, конечно, конфессиональным воззрением это не имеет прямого отношения, я думаю, меня батюшки простят, но по-моему, эти вещи, конечно, то высшее, высшее существо, которое может родить вселенную, да, создать, создать, пожалуйста, создать родитель, но не просто, что она возникла на Эстонии сила, понимаете, у него должно быть женское начало, скорее всего, понимаете, мужское, мужское защитник, мужчина, да мы мужики вообще защищаем, а семейный очаг, а семейный очаг, забота о потомстве, рождении потомства, это вообще великое чудо, правда, забота о нем, воспитание маленьких детей, мужик там бегает, собирает там, маму-то рубил там, динозавра тащит за хвост, там, чем-нибудь, ну, разные варианты, вот, а женщина вот у очага, у костра, и когда, не сразу же костер-то был, сначала просто жили в пещерах, еще тогда вот выработалась эта привычка, женщину пропускать вперед, понимаете, они там из пещеры пошли, погулять там, что-то, ну, не гуляют, а она собирает корень, травы с его ловит, там, каких-то сурков там, нет чего-нибудь там, и белку, и мышку поймает, и все, заяца там, с мамонтами, они стали справляться, скорее всего, стало очень много, так, а потом они возвращаются, нагруженные, она там всякими коленями, он, значит, двух-трех зайцев тащит, подходит к пещере, и он так вежливо говорит, пожалуйста, проходи вперед, а там зайцы, и туда забрался, этот сам, пещерный медведь, или сухой зубы, и он так, здесь все тихо, спокойно заходит, а если бы там раздался виск и крики, ну, он так, ну, почешил, затылок и пойдет в сторону, ну, что делать, это стадия, правда, я помню, что еще нехорошее тоже объяснение того, что вот, женщин вперед пропускают, какой-то из наших уже отечественных, и морей, ну, понятно, двери стали такие тяжелые делать, вот, я считаю, это неправильно, это неправильно, вот, если только, это как атовизм того времени, когда пещеру, заглядывали крупные хищники, вот это более понятно, и вот, это объяснение, мы, мы чуть не касаемся, конечно, серьезных религиозных воззрений на Господа Бога, а вот так, с точки зрения логической, если Вселенная была создана, теперь, мы узнали сначала, что она, Коперник, первый, Коперник, перевернул геоцентрическую систему, когда, вот, говорим, Вселенная, вот эта земля, большая, плоская, там, то ли киты, то ли слоны, то ли черепахи, то ли белые медведи, это зависит от самого народа, где кто живет, он воображает, что там внизу, да, под низом, как они в народе говорят, что там под низом, вот, но этого не видно, но это же очевидно, если вся земля давит туда вниз, там даже что-то поддерживает, а то, что у нас она круглая, и все тянет к центру, и сколько бы вы ни шли, если вы медленно идете вокруг земли, вы даже не поймете, что она круглая, потому что вы идете, идете все ровно, плоско, но выше, 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 ниже, там, горки, пригорки, углубления, но в целом-то все идет плоско, а постепенно, постепенно вот загибается, и, конечно, в то время, когда Колумб, он даже не представлял, сколько он пропал отсюда до, как это все, берега Америки, еще до, до Индии, которую он собрался посетить, ну, вот как у нас хорошо народ, я люблю народ, хрять и хрять еще, да, вот, всегда вот, чтобы Индии достичь, а он уже так решил, а он же Магеллан как, он же понял, что он уже будет гораздо дальше, никого Панамского канала не было, и они прошли до юга, Южной Америки, прошли через Магеллан, Магеллан пролив, вот знаете, ведь идут вот устья чего-то, да, может это устья, или залив какой-то, а может это, и вот наконец, Магеллан пролив, и они решили, что можно уже идти, и там увидели, это вот огненная земля, там эти туземцы, сжигали огни, этих дугов, огненная земля, вышли и тихие океаны, называется Пацифик, Пацифик это, тихие, ну повезло им, здорово, потому что, вот эти бури тихого океана, и все, что там творилось, это конечно, почему-то их пронесло, но не повезло в другом, на, по-моему, Гавайских островах, во время высадки, Магеллана, эти туземцы прикончили, ну это ужасно, конечно, то есть, Магеллан так и не смог, вот вы посмотрите, маршрут, вот этот корабли, значит, шли и шли, два корабля, потом один, и вот, один только корабль, и уже еле-еле дошел, даже и Суэцкого канала не было, опять пришлось с юга огибать, все вернулся, как-никак все-таки вернулся, это называлось Магеллан, а дальше спутники Магеллана, вот, так что, жалко, что он сам не увидел плодов своего труда, и задумки, главные, вот этой великой задумки, что это круглая земля, и что можно оплыть, уже всерьез, не так, как это сделал кого, и вот эта земля круглая, и тогда люди поняли, что все-таки вселенная, в центре земли, не земля, а солнце вокруг ходит, а солнце как в центре, и мы вокруг солнца вращаемся, и звезды вращаются, вокруг солнца пока что, в то время еще, вот из геоцентрической системы, мироздания, вот второе слово, вселенная, а есть мироздание, то есть создание всего здания мира, а здание должно быть кем-то построено, правда, строитель, или создатель, и вот я подвожу вашу, не бойтесь, я вас не склоняю к никакой конфессии, потому что мысли, что в такой, так называемой вселенной, этого космоса, если он возник в определенное время, он может просто так возникнуть, есть создатель, а кто это, не пугайтесь, никаких религиозных воздействий на вас не буду оказывать, я не Жириновский, то есть не Кашпировский, не Кашпировский, не Кашпировский, нет, нет, я просто с вами вместе вот рассуждаю, как это может быть, вот сейчас, когда пришлось, ну вот эти телескопы созданы, телескоп, раньше считали, вот звездное небо, да, ну явно, что оно треть, вот так называлось это, небесная твердь, ну как если звезды над вашей головой висят, и на вас не падают, правда, но ясно, что это небесная твердь, а когда увидели, что одни, луна проходит перед солнцем, вы говорили, а, значит там, в этой небесной твердь несколько прозрачных слоев, на одном слое укреплена луна, которая идет, потом солнце, которое тоже идет, а дальше звезды, и между звездами какие-то облачка такой звездной пыли, туманности, они называются, туманности, вот туманности Андромеды, когда сейчас полетели такие телескопы, космические, они уже не здесь стоят и ловят что-то картинку, а они полетели и передают нам картину, того, что они видят, они ловят и оптические волны, это световые, и инфракрасные, и радиоволны, и радиоактивные излучения, и все это анализируют, передают нам на Землю, то есть рывок нашего вот научного понимания не Вселенной, а космоса, или мироздания, настолько расширился, что, когда Коперник доказал, что Земля вертится, да, сначала в 1510-м, в районе года, а вот это написал, и думают, ну вот сейчас я скажу, что Земля вертится, а все, кому это надо сказать, инквизиции, они только и сидят, и потеряют руки, кого бы сжечь, понимаете, у них такой праздник, сжигали обычно по выходным, и народ собирался на это все смотреть, и думали, служители дьявола сжигают, и когда он написал это все, и дошло до инквизиции, а он не успел это опубликовать, только разговаривал об этом, что доказал математический ответ, вы не можете доказать, я не могу доказать, мы вынуждены ему верить, вы тоже на наше вере, что вы уверены, что Земля вертится, а он доказал это каким-то математическим путем, ну тоже нашел, кому доказывать, это инквизиции, это монахи, фанатичный, читающий только Ветхий Завет, ну и Новый Завет тоже, если они христиане, да, и они, конечно, всякую ересь пресекают простым путем, на костер и все, служитель дьявола, и они говорят, слушай старик, он еще не был стариком, когда ты 1510 год, ты что, парень разболтался, земля вертится, что вообще соображаешь, что говоришь-то, это основа нашей Вселенной, все вокруг нас вертится, и вот он умный все-таки был, он сразу сказал, что, ой, святые отцы, что-то я на днях вот тут принес, ребят, в какую-то ревочную заходили, там заговорили, и я что-то наболтал, ну конечно, полная чушь, он придется, с другого успелом такой, не-не-не, вот, а друзья, значит, там стоят уже за дверями от инквизиции, думают, уйдут и все, не увидим больше нашего хорошего друга, он вышел, говорит, ребят, все-все отпустили, я сказал, что я ошибался, а потом шептал, а все-таки она вертится, но причем это понятие вертится, она вертится вокруг своего центра, шарообразная, так ли, и тогда из геоцентрической, то есть в центре Земля, перешло к пониманию гелиоцентрической, то есть Солнце гелиос, и все вокруг Солнца крутится, это опять еще далеко до истины, то есть как бы в центре Вселенной Солнца, и все вокруг него, и звезды тоже, это тоже надо было передоказать, что Солнце, это все одна из маленьких звезд, это гигантские Вселенные, и не Вселенные, а космоса, мироздания, слово Вселенная устаревает совершенно, и вот он обошелся, и он опубликовал свое исследование, только за год до своей кончины, он уже очень старенький, он понял, что даже его и до костата не дотащил, решил сопровождаться, с 1510 до 43-ю года, вот смотри, 33 года он все это держал, держал, так сказать, не говорил только друзьям, наук, и все это пропубликовал, ну и его не успели сжечь, он сам помер, вот, а Джордана Бруно, который начитался его работой, еще какие-то, вот и с итальянским темпераментом, Николай Коперник поляком был, или поляком, так спокойно, так и по новой, когда надо пошумя, так надо идти к веселью, а этот итальянец, все равно, на полу нас вышел, вот, Демливертый, Демливертый, доболтался, в 1610 году, его сожгли, эти инквизиторы итальянские, мужец какой-то, ну жалко молодого парня, ну вот темперамент, всегда берегите себя, не, если даже в чем-то показалось, я был уверен, ну, особенно жене ничего не доказывайте, это просто, ну, может быть, не только бесполезно, но даже, так сказать, ну, так сказать, жизнеопасно, мальчик заходит, такой мальчишка, ну, где-то, третий класс, заходит к своему другу, в квартиру, после урока, заходит, идут на кухню, ну, родителей нет, где-то, все это на работе еще, будет, окно разбито, на кухне разбито окно, он, ты что, разбил окно тут? Да нет, это разбила мама, а виноват папа, вот это как, ну, как, как, как они тут сейчас поругались, в очередной раз, глаза, как метнуло ему, голову, с сковородкой, он возьми, вниз, сковородкой, мимо его открою, ну, если бы он не нагибался, я говорю, не был разбит, да, виноват папа, такие сцены очень, так, бывают, и все, когда тоже, вот приходит такой муж, на подвыпице, значит, и говорит, жена стоит, так, за спиной руками, он говорит, кто он, хозяин, кто он, хозяин, она говорит, сейчас покажу, и достает скалку, для прокатки, знаете, тесто расскажет, вот, уж и спросить нельзя, вовремя третироваться, он правильно сделал, вот, ну, так вот, значит, вселенная, сейчас, изучалась, при помощи, вот, этих компьютеров, современных, раньше были такие шкафы, которые шумели, шурчали, потом, а, как это, выходные, там, десктоп, и все прочее, в соседней комнате, не в шуре сидеть там, а сейчас тот бывший шкаф, он в одной флешке у вас помещается, в часах, в смартфонах, там, помещается только, а если вот этим флешками набрать, тоже целые шкафы, да еще целый зал заполнить, то вот эти современные научные компьютеры производят сто триллионов вычислений в секунду, я сам правильно не понимаю, вот эта цифра как-то может быть, то есть вы можете задавать задачу, что он смотрит, значит, какой-то радиотелескоп, или простой телескоп, или зеркальный телескоп, когда собирают свет, его направляют потом на линзу, это два разных типа телескопов, такие сейчас зеркальные телескопы, 8 метров зеркала, вот так вот, 4 зеркала по 8 метров, светят в центре, и там собираются такая мощная, что звездочки еле видны, а там они будут очень хорошо видны, через зеркало, это Ньютон придумал, кстати, ну а Коперник еще смотрел такую простую позорную трубу, которую потом назвали телескопом, вот теперь эти самые смотры на Вселенную, на части этого, космоса, и обнаружилось, кстати, в середине прошлого века только, обнаружилось, что вот эти туманности такие, думали, звездная пыль, вот такая лежит между звездкой, звездная пыль, какая-то так, кружочком, наш млечный путь, знаете, мы тоже думали долгое время, что это просто вот россыпь мелких каких-то, пылевидных таких частиц, получается, как молоко развитие, знаете, вот такое, а это оказывается, ребро нашей галактики, она в виде диска такого, если мы вот в этом месте, то так мы видим ее наскольк, отдельные звезды, созвездия, а если вот так смотрим, по этой линии ребра, то они густо-густо собираются, так понятно, теперь же нам стало. Оказалось, что и гелиоцентрическая система мироздания тоже устарела, потому что Солнце совсем не в центре всего и не в все вокруг Солнца вращается, а вращается, Солнце вместе с другими звездами вращается вокруг центра нашей галактики, вот, и один оборот Солнца вокруг центра галактики занимает миллионы лет, миллион, я не знаю, там сколько, в принципе, двадцать-шесть миллионов лет, то есть сумасшедшие цифры для одного круга Солнца вокруг, так сказать, вокруг этой галактики, вокруг центра галактики, и вот каждая галактика, которую мы считали туманностью, оказалась, наша галактика среднего размера, ну, из малых, средне-малая галактика, у нее еще там двадцать миллиардов звезд, копейки, там еще гораздо крупнее вот это, туманность Андромеды, ну, до нее вообще, ну, Ефремов уже слетал, помните, это сам туманность Андромеды, он должен что-то так взял, слетал и вернулся, сейчас до Марса, до Марса, я вот начал про Валентина Владимировна рассказывать, она возглавляла, значит, общество дружбы с народами зарубежных стран, и в этом обществе был такой отдел дружбы с народами Африки, я очень дружу тогда с народами Африки, ну, это еще со студенческих лет, понимаете, в университете я, общество работало, ну, чем заняться, надо изучать экзотические страны, правда, ну, не Америку же, с Европы изучать, вот Африка, там, заповедники, саванны, там, зверья, там, и, конечно, если потом сюда поедешь, там, по линии вот этой, области того, будто заодно и заповедники посмотришь, вот, это, так сказать, меркантинный расчет, слона повидать, значит, ну, и его, так сказать, он стал ездить, там, ну, вот мы едем дружить там с тазаницами, потом с, с намибийцами, с, 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 с Амбией, там, вот, если я говорю, я, мне только восточная Африка, западная, это джунгли, вот эти, знаете, леса такие тропические, там, ничего не увидишь, там, много чего живет, там, так вот, это нужно просто там жить, а вот, чтобы поехать и увидеть эту саванну, с этими, стадами животных, с этими слонами, хищниками, там, раз, с жирафами, это вот, надо ездить в восточную Африку, если соберетесь, так сказать, попадется, так сказать, конечно, туда ехать. И вот мы с Валентиной Владимировичем работали, она была у меня как бы начальницей, она меня куда-то посылала, туда посылала, ну, куда надо посылать, таких плохих вариантов не было. И вот, она, сейчас, когда ей уже, как и мне, так сказать, уже, мы совсем ровесники, разница там, два месяца по возрасту, и она в этом возрасте, она сказала, я готов полететь на Марс. Да. Ну, она, конечно, понимает, что это не сегодня, не завтра, но если поспешат, и быстро подготовят, но уже явно такое условие, что полетевший до Чехова не вернется обратно, потому что, если улететь туда, то вернуться обратно, просто нет, еще и далеко долго не будет таких возможностей. Вы знаете, что когда взлетает наш космический корабль, даже в это вот около, около земное пространство, чтобы сделать этот круг, да, вот эти космические станции, так называют, космический станции, но это же околоземная орбита, но все равно надо выйти на скорость 8 километров в секунду, так? Если меньше, то быстро упадешь обратно на Землю. 8 километров в секунду, как вам нравится, шикарная скорость. И вот тогда, если для этого такие, помните, значит, ракеты-разгонятели, которые на топливе, на каком-то, керосине или дизеле, я не знаю, что там в них, но, удивительно, 8 минут разгон, да, за это время, нет, погоди, 2 минуты разгон с этими двумя ракетами, а потом еще на водородном топливе еще 8 минут разгон уже этого корабля самого, а первые 2 топливных бака отрываются, а в этих топливных баках сгорает за секунду 10 тонн топлива. Поэтому, если 2 минуты, это 120 секунд, за это, значит, сгорает 1200 тонн топлива, да, если по 10 тонн в секунду. Вот это, вот это будет, это гигантское пламя, все понеслось, а потом эти штуки падают назад, ну, слава богу, там где парашюты примерно большие, что-то это не грозно сказать. Вот сейчас был случай, кто-то такой, китайцы, решили не просто облить эту Луну, да, но даже высадиться на ее обратной стороне, потому что обратную сторону никто еще не видел. И вот при посадке чуть не произошла такая, ну, чуть не вышло, так сказать, как это называется, не катастрофа, а так сказать, ДТП, ДТП, да, потому что, они стали садиться, и люди говорят, человек, прямо под этим, они как-то так увернулись, и сели рядом, это оказалось, что идет Конюх, Федор Конюх, обходит Луну. На молодежь, на молодежь, пока мы думали, что он там еще плывет по океану, он же как-то по Луне идет, вот там в скафагме, наявит пешком, Прям со скандинавским палочкой. Ну, потому что там всего притяжение на 6 в 6 раз меньше. То есть, если так он весит там 60 килограммов, ну, он не больше весит, он потянутый, сухой. Ай, так он как будто у него 10 килограммов. Он так толкнется и так взлетает. Палочкой так хорошо. Так что вот сейчас он уже окажется заканчивается. Ну, и вот поэтому я говорю, обратную сторону Луны надо изучать. Давайте все-таки вернемся к формулировке, которую я хочу опровергнуть. Значит, сказано, что современная Вселенная возникла, вот это я читаю, читаю, просто цитирую наизусть. Наша Вселенная возникла, уже высчитали вот эти компьютеры 100 триллионов и 7 секунд, проследили за всеми галактиками, которые раньше считались туманностями, да, это галактики, очень крупные, с миллиардами звезд. И вот они разлетаются, оказывается, они все разлетаются. Это еще даже первый увидел движение этих галактик, включенный еще в 20-х годах прошлого века. Ну, не обратили внимание, а потом стали изучать, разлетаются. И когда на это компьютеры охватили все эти данные, оказалось, что можно понять, что, значит, куда летят и с какой скоростью. А когда, значит, компьютеры зафиксировали вот эти все движения и направления, этим компьютерам дали задание, еще там 100 триллионов в секунду нету, то это компьютеры говорят, нет проблем. И он говорит, просчитайте, пожалуйста, вот они сейчас там, откуда они летели с этой скоростью, верните обратно экстраполяции в то место, откуда они вылетели. И вот тут произошел, так сказать, для вот этой атеистической формулировки еще в Селенной вечной бесконечно полный коллапс. Они все прилетели в одну точку Вселенной. Я не могу сейчас точно показать, говорят, с точки Земли где-то в созвездии Стрельца это точка в этом созвездии, просто проекция на небесную сферу оттуда из этой точки она называется точкой сингулярности, то есть единственная точка, которая была в Селенной, откуда все это вылетело. И значит эти самые ученые говорят, что это произошло из-за этого большого взрыва, правда? Вы слышали? еще говорится, в этой точке на момент взрыва чисто формальный метафизический подход находила вся масса современной Вселенной. Ну, да, бред такой поражающий ученый такой говорит, ну, как может быть масса современной Вселенной, если вот все классики взрывает такую кучу, да, а потом еще ее рванут. Я думаю, вам в нашу эпоху, так сказать, достаточно широкого развития, так сказать, взрывов и мирные взрывы там рушат какие-нибудь, горы рушатся, даже домай надо, вместо того, чтобы так разбирать по частям взрывают, он падает, так? То есть взрыв разрушает, взрыв не может создать, он может создать просто гору свалило вниз, получил платье просто из свального, но построить что-то взрыв не может, а здесь-то вылетали из этой точки, да, еще одно определение потрясающее, в одной определенной точке предыдущей Вселенной, в которой не было ни пространства, ни времени. Вот это очень четко фрагмент, то есть до создания этой Вселенной не было ни пространства, ни времени, а это что значит? не было что мерить, между чем и мерить, и время измерять. То есть пустота, в пустоте нет ни пространства, ни времени, нельзя померить от этого до этого, сколько времени это было, а этого нет, ничего. Значит, это имеется в виду пустота, пустота. Так кто же в этой пустоте нашел в одной определенной точке Вселенной? Кем определенной? Ребята, еще формулируют столько ни с разницы в этом определении, например, взрыв, который только разрушит, а тут из этой точки, ну, точки условной, может, это такой вот район Вселенной, объем с одного созвездия. Оттуда вылетали галактики, светящиеся, наполненные и материей, и энергией, но не просто вылетали вот так вот по прямой, они все вращаются. А как можно сделать вращающуюся галактику? Это значит, нужно, значит, рассадить все звезды, закрутить их в какое-то направление, дать им энергию вращения, которое бы давало им сочетание центробежной силы, чтобы они не разваливались, а вот так вот вращаясь и летели в одну сторону, а это в это, а это в это, а это в это. И все из этой точки сингулярности. То есть для этого нужно что? Одно слово такое, которое позволит вам понять, что вопрос «Кто создал Вселенную?» Прямо ученый пишет «Кто создал Вселенную?» У меня такие статьи даже я читаю, думаю, показать вам заголовки даже. «Кто создал Вселенную? Случай или сверхъестественные силы?» Это вот ученый так пишет, понимаешь, американский один из ведущих таких вот, астрофизиков. Погоди, случай, ну не может создать Вселенную, случайно проходил, кто-то так ткнул ногой и Вселенную по залпу. Как это? Не может быть. Из одной определенной точки вылетели эти галактики, светящиеся, крутящиеся, заряженные и материей, и энергией, которые не было вообще в этом месте. Она создавалась в этом месте. Создавалась. А чтобы создавать что-то, должен быть создатель. Вот вы же извините, вы только не подумали, что я вас сейчас склоняю к признанию создателей, к которым надо помолиться. Я верующий человек, я просто пойду как-то осторожно с этим с вами употребляю, но хочу, чтобы вы поняли, что всем не надо в данном случае верить, надо понять, что создатель для такой Вселенной, как она возникла, это необходимая необходимая составляющая. Почему? Потому что это не взрыв, не разрушение, это создание от слова создания есть слово создатель. Не надо сразу так в религии кидаться. Подумаем, кто такой этот создатель? А это может быть кто-то? А может еще вопрос, кто или что? Вот что создало Вселенную? Случай, вот так просто между делом проходил, кто-то на бой ткнул, в это место и полетел. Так быть не может. Значит, а почему кто? Потому что для того, чтобы запустились галактики и друг за другом с разной скоростью мы гармонично полетели в разные стороны, внутри галактики будут вспыхивать новые звезды, гаснуть старые там, это все пожалуйста, это жизнь. Мы тоже живем, умираем и приходим, это понятно. Но в целом человечество существует, сменяем поколение и все. Тут тоже вот эти звезды сменяются поколение и они летят в разные стороны и вот точно определили вот раньше считалось около 15 миллиардов лет тому назад, точнее 13 миллиардов 760 миллионов лет тому назад с точностью до 10 миллионной ну 10 миллионов туда 10 лет обратно когда-то миллиарды мне так было создано Вселенная была создана а почему она была создана потому что она не могла просто родиться что значит родиться может быть и рождена если так но это уже рождена немножко по аналогии с тем чудом которое чудо тоже женщина рождает себе подобное существование из себя вообще это фантастика ну вот если это сказать ну вроду то вот все родят даже там крюшки свинюшки и там мышки тоже родят но понимаете я бы сказал тут есть принципиальные отличия наши от животных от всех да потому что я вам скажу вот это не из религиозных соображений а из таких научных совершенно у нас есть вот у животных есть тело есть душа да душа у животных есть вот они двигаются все бегают и все такое конечно это не может быть без наличия у них души а что у них нету духа нету а дух вот это о котором ветхом завесе сказано только дух чего-то там неправильно говорит металл сентуатом он был спокойно а вода вообще не было еще кроме духа нету это уже такие ошибки переводов вас вот дух да а дух это что такое это сознание вот мы можем говорить что ой какая умная собачка она все понимает один говорит у меня вот собака мне туфли подает они спорят там мужики сидят на лавочке пенсионер подают мне туфли по утрам а другой говорит а мне подают свежие газеты по утрам приносят ну какая разница туфли или газеты ну разница есть я ни одной газеты не выписываю не знаете приносят каждому свежие газеты ну ладно и поэтому ну или там сидят на лавочке сидит овчарка значит на лавке прям забравшись ногами сидит пенсионера между ними шахматой доска и какая-то там защита немцович или там какие бывают там еще защита Грюнов это еще что-то такое позиция я не очень разбираюсь вот фельдевой гамбит может быть такой митрешпиль развязка не видно вот такого смотрят на доску тогда дома что проходит мужик говорит слушай что ты в чаку шахмат играет ну что удивительно что удивительно это 3-1 на мою пользу вообще что же удивительно она уже один раз проиграла то есть не один раз выиграл три раза проиграл вот ну поэтому конечно дух вот сознание человека мы говорим там язык дельфинов там например песни китов ну понимаете есть песни и язык животных пение птиц прекрасный язык правда они общаются но там там извините нет слов нет слов нет нет сознания а сознание это вот то что чем мы отличаемся от животных может хоть одно животное самое умное на вид подумать о том как его дед прадедушки прабабушки как они жили какие у них были тогда обычаи где они жили переселялись ли они в разные места то есть можно думать о довлеком прошлом можно о возможном будущем думать ни одно животное ни на минуточку не будет думать ни о прошлом ни о будущем а думать только о настоящем надо пожрать надо поймать отдать и опух надо наоборот от этого тигра спрятаться пощипать травки или там добыть мышку то есть они ставят тебе задачи где достаточно души живая душа кушать хочет и все равно так действует и когда даже какой-нибудь лев на закате так смотрит не мигающими глазами на солнце молиться что ли солнце нет когда зайдет солнышко можно пойти на охоту а пока солнце светит без добычи там эти бедные антилопы они потом становятся ночью с какой-то нападет подкрадется в темноте лепами леопард вот то есть у них только конкретные мышления мышления есть а вот сознание абстрактного сознания подумать о далеком прошлом о будущем а так сказать какие-то мечты о будущем это вот у них нет и вот когда говорят ну какая у животных любовь как они любят друг друга действительно лебедь с лебедукой они всю жизнь будут так сказать пара образуется на всю жизнь но вот когда случайно лебедушку застрелили она падает и кто-то видел я видел как самец за ней значит вот так об землю бах и убился понимаешь с горя крыль с горя он летит в косяке вперед да вдруг его подружка полетела вниз он за ней а птица умеет так спускаться он прям сложив крылья несется за падающей птицы в последний момент раскрывать крылья как на парашюте садиться и начать оконами ходить ты че вообще лететь надо а ты че это за и вот он ходит курлычит там что-то разговаривает с ней она ноли внимания и он ему достаточно примерно получаса часа чтобы понять что это уже не она он не будет горевать там труп не труп ну не она ну че ж она вела себя с чем по-другому разговаривала так сказать общалась и она просто лежит такое мертвое тело оно его перестает интересовать и он начинает смотреть на небо полетел там кур-кур-кур-курлы может там она полетет и там может быть на зимовку уже образует себе новую пару с кем-то засвободившись и вот и все никакой вот этой такой любви у животных конечно не бывает бывают собаки которые на могиле там хозяин сидит потом ну это бывает но у собак вообще собаки пожив с человеком конечно приобретают способности газеты достать любви с вами и надо выиграть ну это шутка конечно все-таки у них конечно гораздо больше вот таких возможностей научиться от человека но это такое обучение сугубо никто никогда даже уж приучали обезьяну языку но все равно оказывается она знаете язык жестов а все равно вот языка язык это вот слово слово наши слова каждое слово я вам говорю вы что-то понимаете так я надеюсь так вы разбежались уже значит все-таки слово и вот тут я как раз вас подвожу к тому что эти мудрецы древнейшие мудрецы которые писали ветхий завет в ветхом завете написали вот ну ошиблись там дух метался над водами это не они ошиблись переводчики а что вначале было слово и слово было у бога и слово бога получается как будто слово есть бог но это вот это уже так сказать религиозная оценка данное определение слово слово что такое слово вот это они нашли то самое слово которое нужно было для того чтобы дать понять откуда взялась вселенная смотрите как значит вот есть такие книги забавные библии не видели забавные евангелия это такие атеисты там вот такой ярославский такой советский писал там насмешку там все по поводу тот же сюжет но насмешку как-то он ухаживает этот самый за Марией старичок да помните значит мы ушлем он говорит да я не буду к тебе ничего нам там вроде типа поручено что-то там я не буду тебя не упрекать ничего мне не хватает общения вот знаете такой похабель такая идет мне было попугай на том где ей померзли мне не с кем поговорить и вот и вот такой похабель идет и причем еще кроме того вот это слово обыгранное было Христос ходячее слово ну раз он так сказал Богу слово ходячее слово ходит слово это это вот дурацкие насмешки людей неверующих это их Бог рассудит я говорю обычно говорит Бог простит я не берусь за Бога решать простит просто рассудит как-то но когда так настойчиво начинает избываться над этими в общем-то мудрейшими книгами которые описаны вселенную в том виде в котором она тогда была если бы сейчас даже сейчас люди живущие где-то там в лесу в поле занимающиеся сельским хозяйством даже успешно даже с тракторами и все но если они никогда не читали никаких книг а просто занимаются сельским хозяйством сажают урожай собирают коров дуют и все и ничего не знают от того что из книг вычитывают откуда они могут знать что земляка углы что она вертится и даже понятие вертится как она верится вот так вот вокруг своего центра правильно а я вот лично испытал что не надо даже в дискуссию влезать это был 57-й год мы пошли на охоту не на охоту это была летняя практика у нас мы с моим другом Петей вторым значит приехали в деревню где жил один охотник уже со своей женой все дети внуки уехали в большой город и вот на берегу такого Ковшеского озера маленького озера Волоковской области живет охотится знает о весь лес настоящий средопыт даже сувзала помните там в Арсении и вот и он говорит давайте я вас проведу вот тут 25 километров там еще одна деревня есть а между ними ни дороги ничего по лесу у меня все каждую тропку знают покажу все мы идем приходим на поляну садимся на повальное дерево оно само повалилось вот он закурит махорочку так это крутит самокрутку и говорит ох ребята что сейчас в школах делается внуки приехали все говорят что земля вертится ну что ж такое как ты каким глупостью они учат смотрите как она вертится я говорит 30 лет на эту поляну хожу охочусь я говорю каждый знаю вот видите поляну вон там дерево стоит на той стороне ну если бы она вертелась ну хоть давно бы уже это дерево вон там бы было логика он вообще даже не может понять что речь о том врачи не шара а что вот это вот так вот оно там сзади ну вот тоже понятие вертится правильно и у него свой здравый смысл он там говорит меня учили в церковно-прикладской школе я греческий знал славянский греческий алектор петух алепикс лисица там еще началось животных по-гречески мы так с трудом их знаем и только потому что мы залогили мы эти самые многие латинские названия научные с греческого и с латинского вот ну и вот таким образом я уже петь толкаю слушай ты там не скажи это как то она вертится ты не говоришь только к роботу он еще пока думает что она так нас не вертится это как блин знаете если бы сказать что она еще шарообразна он может просто так на нас обидится уйдет и бросит нас а там такой знаете идешь-идешь и тут так вот так это медведь вышел на нашу тропинку он за нами следит вышел на тропинку понюхал и так а тут наложены такие кучи вот просто пережеванная черника вот пережеванная черника она даже пахнет черникой то есть они в это время вот такой когда черника народится они не охотятся ниже жрут жрут чернику и она у них почти непереваянная выходит прямо садись и ложки ничего ну вы знаете смех смехом но может вам интересно будет узнать что например горилла да самый близкий к нам так сказать виды черкообразных обезьян горилла арангутан и шимпанзе вот эти три вида арангутан живет в Юго-Восточной Азии шимпанзе горилла в Африке шимпанзе там двух видов есть особенно близко человеку панобо такой шимпанзе панобо они почти не отличались по виду потом уже заметили но когда была бомбежка значит какого-то зоопарка в военное время там были шимпанзе большая такая значит экспозиция шимпанзе там человек очень 20 и вдруг от этой бомбежки 5 или 6 этих шимпанзе от разрыва сердца помнили валяются мертвые остальные испугались как ничего и посмотрели у них небольшие отличия есть и они эти отличия ученые заметили описали вот этот новый вид более более совершенный вот когда их стали отдельно держать смотри они орудийной деятельностью занимают орешки колют камушками то есть уже почти копят первобытные люди то есть вот самые близкие но что важно что это все вот эти три вида самых крупных обезьян чистые вегетарианцы особенно горилла и этот самый и орангутан шимпанзе иногда что-то перехватывают по молодости лету одинокий снимок удалось сделать как молодые самцы вы знаете такая молодежная банда собралась идут по лесу ищут чего бы натворили и они вдруг видят что колобус такая обезьянка скачет белый черный красивый по ветвям они забираются с двух сторон пугают ее она падает на землю ее раздирают и начинают жрать вот этот кадр только раз показывают в разные фильмы запихивают жестокие кадры и теперь говорят ну так шимпанзе мясо едят ну че это редчайший случай понимаете они иногда едят термитов муравьев вот такие мелочи жизни а в основном собираются вот и вы думаете очень вкусно нет вот гориллы я ходил еще за гориллой вот следил как они едят в природе да прямо мы идем за семьей горилл и вот мы видим как они выкапывают проростки бамбук вот совсем молодые проростки выкапывают выдирают потом снимают листья и вот эту кочерыжку съедают только кочерыжка она листик такой пушок мелкий он очень колючий если начать есть там все это застрянет во рту и очень плохо а вот эта кочерыжка мы решили ну надо самим попробовать да берем еще те кто не пропустили выкапываем все это взяли у нас было 5 чай шли мы у нас был пигмень местное племя который знал из канали сказал насколько можно к ним подходить чтобы не было агрессии и все он с ним даже разговаривал когда мы подошли пришли вот у меня кочерыжка сладкая такой вкусная горькая картошка сырая ничего больше и они этим питаются это их основная пища и вот такие мышцы и все что ну что будете там травой питаться ослабеете нисколько это зависит от генетики вот я помню у меня астеническое телосложение вот это атлетическое телосложение правильно я не буду искать апоплексическое телосложение знаете вот апоплексический он как Ивени Леонов помнил такой обояшечки или там Фрунзик мой карточак он таки наши атисти любили это апоплексики вот вот это атлетики вы тоже знаете да нет а я вот астеник сколько там не упражняешься все равно вот таких мускулов не сделаешь сегодня вот ну это же генетика понимаете и вот и вот эти растительноядные обезьяны вот у гориллы обнаружилась такая особенность это первая женщина американка поехала изучать горилл в Руанду поселилась там в горах это не саванна вон это там дожди все такое такая противная обстановка но она жила там рядом с гориллами не тоже с гориллами но рядом с ними настолько что они к ним привыкали она к ним подходила и все она их наблюдала вы знаете что обнаружилось у нее никто этого не заметил потому что так сказать в неволе их кормят так сказать хорошей едой так сказать хорошими фруктиками все это усваивается хорошо да а в природе они едят вот это бамбук этот самый кочерыжки там еще какой-то в общем очень плохо переваривают пищу и вы знаете ну так сказать не к столу будет сказано но она обнаружила потрясающую вещь ну вы знаете что вот коровы жвачные да жвачные что наедятся травой правильно там в желудке она пирова там желудок жвачного животного в четырех частей состоит сычух сетка сычух сетка книжка еще что-то четвертый вот то есть он железистый потом мускульный желудок вот значит вот эти книжка и сычух и сетка это вот такие разные виды слизистых оболочек и она берет и отрыжку дает жвачка это что она нажилась травой и у нее там она не сразу переваривается она значит вот так а потом обратно и жует и всю ночь может стоять по усне жует жует опять туда раз по несколько раз а горилла этого не может сделать так у нее нет привычки отрыжку такую и что она делает ну извините это в книжке написано я сам эту книгу так сказать я не писал я писал и предисловие редактором было вот когда она издавала здесь у нас в России горила она видно как-то другим ученым это не попадалось она так сказать когда сходит по большому она ловит в такой широкрасный такой и опять по второму разу вот так нет возможности отрыгнуть здесь дать прикосит она полупереваренная будет вот все это травянист лишат и она по второму разу ее пропускает это да вы горели не аплодируете да я врагу не пожелаю такого но это не шутка это научный хак причем эта женщина очень плохо кончила в таком смысле нет ну ребята тут не до смеха настолько трудно работать в этих самаркарских странах потому что местные жители им это ваше научное исследование но не ее ну нафиг не надо она пыталась спасти популяцию горных горилл а местные жители приходили в этот лес добудут гориллу поймают ее в петлю убьют отрубают череп то есть голову целиком лапу передние задние остальные все бросают и вот туристам этим американским все этим наши все таки не стали бы это покупать наши туристы более человечные какие-то а тут и вот эту покупают лапу горилла за сколько-то и они торгуют как сувениры кашмак и она начала с ними бороться она начала снимать эти надавилки петли снимать даже пыталась даже кого-то призвать к судебному делу ну уж ее так возглавили она жила 16 лет уже прожила в этом сыром климате она состарилась посидела там ей было уже может быть 40 с чем-то ну 16 лет где-то уже за 40 и это местные жители старая ведьма живущая на горе они ее как ведьма считают и дошло что они ее просто убили местные жители ну надоело потому что она снимает эти петли иногда это охотиться а о чем она думала вообще же я там одна просто вот так увлеклась она просто раз в год приезжала делала доклады где-то там в Америке в Англии по-своему исследовали а там опять туда ехали кончилось плохо а кстати вы слышали о Адамсоне супруге Джордж и Джой Адамсон вот сначала ее прикончили местные жители которые у нее работали она с ними строго обошлась уволила там двоих или троих парней они ночью вернулись ее прибили и потом уже в журнале один Джордж Адамсон такой ее муж такой старенький старенький уже ходит там что-то исследует живет на по-моему на границе на границе парка на Робе да и вот он живет один-один и я думаю там скучно ему одному его тоже убили местные жители то есть я думаю вот таких трех случаев достаточно чтобы не стремиться а у нас вот есть одна женщина сейчас жива здорова слава Богу она поехала туда изучать гепарда не просто изучать а сохранять защищать то что она делала с гепардом это как никого не касалось но когда она оказалась во время ну тоже в общем жива осталась слава Богу не буду подробностей давайте все-таки вернемся что для того чтобы понять что вселенная вот ну как ученые говорят случай или сверхъестественная сила то есть ничего посередине он не может найти сверхъестественная сила это не научный подход правда бред какой случай это тоже не научный подход как может быть вот вселенная которая развивается вот рождается создается по программе такая сложнейшая программа значит программа компьютерная вот вам дают задание вот вам энергии куча вот вам куча материи но только материи не той которой собрана вся вселенная а материя создающаяся из энергии для начала энергетический шар гигантский энергия часть ее пойдет в материю часть ее пойдет в энергию света жара там температуры и надо еще закрутить каждый из них по определенной программе и послать кто это будет делать а это сделано правда случайно вот просто случайно взяли и все полетели в разные стороны с разной скоростью не налетают друг на друга каждый там идет жизнь у нас вот эта журналистика когда взорвется солнце какие-то значит марсиане прилетят лишь бы попугать людей атака с марса и вот по крайней мере давайте поймем что это все явно кем-то создано ничем да что-то не может создать что-то это не живое а кто-то это живой и вот этот кто-то создал вселенную создал в этом месте 13,76 миллиард лет тому назад в этой точке которая уже найдена наукой наукой отсюда все вылетело вся вселенная но не в порядке взрыва а в порядке создания этих галактик каждый закручено разным количеством звезд но они все крутятся не распадаются летят не налетая друг на друга там мелкие там пришествии там звезды ну какие-то загораются какие-то красные какие-то взрываются ну это в таком большом хозяйстве чего не бывает но в целом это очень гармонично разлетается во все стороны это можно быть сделано только по программе а что такое программа давайте переведем это слово программа написанная заранее про заранее программа написана ну как написано конечно не на бумажке написано а для того чтобы такую программу создать кому-то достаточно просто это продумать эту программу в голове держать так условно в голове держать а потом запустить ее имея в своих руках в которых тоже нет рук имея в своем владении гигантское количество энергии для начала которое можно наделать и материи и всего и принятие решений вот в этот момент в этой точке все это запустить для этого конечно что должно быть и вот здесь мы возвращаемся к ветхому завету при всем аллегорическом этом шести дня создание вселенной ну я думаю все понимают что земля круглая что она является одной из малых планет одного так сказать желтого карлика и все такое одной звезды малой звезды в небольшой галактике нашей называемой млечным путем но это это все есть да и это все идет по программе по программе вот конечно отдельно взятый там челябинский метеорит что он угодил в озеро а не мимо но я не думаю что заранее можно там запрограммировать это но все процессы идут по программе поэтому конечно программа предварительно так сказать сочиненная для этого не надо писать пишем это мы с вами а ведь сейчас вот дети индиго вот родившиеся после 2000 года да они индиго слышали такое понимаете вы должны гордиться у кого такие дети потому что вот сейчас дети супер показывают что-то знают то чего и не учили ничем а узнают ну некоторые говорят это нарочно подстроили там галкин сделал так галкин сяк но знаете я думаю что может быть что-то где-то были подстроены но в целом я абсолютно невозможно это подстроить или фокус делать там одна девочка сидит вот так говорит ты красивый шапку такая нелепая она снимает свою шапку приглашает волосы она и лет 5 он говорит а кем ты хочешь стать он говорит хочу стать экологом я так пишу потом еще один ученик появляется да ну ладно хочу стать экологом ну это хорошо а еще кем а хочу стать монахом раз не монахин а монахом так гетерных различ монах монахин хочу стать монахом я тут почему галкин я очень люблю читать библию вообще 5-летний ребенок читает библию нарочно придумать это а а почему тебе это мне близко вот это мне близко я так я вот читаю библию чтобы найти там вот так сказать отголоски вот того что на самом деле понимали древние мудрецы как писали вот они не знали что земля не цель вселенной но что создала создала вселенную не что-то а кто-то которые они назвали словом а вот я вам скажу в моей расшифровке словом слово что такое слово по-современному это информация вот информация то есть знание всех законов природы как вы думаете мы открываем там закон тикотения там три закона термодинамики это что мы их открываем да открываем смысл для себя а то что они в природе работают с первого с первой минуты создания вселенной естественно что они были правда же они были работали в природе и всемирное тяготение оно не всемирное а каждая планета к себе притягивает все планеты притягиваются к своей звезде там к ним спутники притягивают ничего только нет понимаете и вот значит должна быть такая гигантская программа супер программа кто дети супер это гигантская супер программа создания вселенной которую должен определить кто я не хочу как-то мы с вами я как ученый разговариваю я пойду и в церковь помолюсь но это у меня уже другое все отдельно надо держать вот дело в том что одна половина это вот у нас интеллектуальный второй полушарий эмоциональный и вот смешивать их не надо вы можете что-то по своей вере подумать не трогая знания а потом так сказать вы можете изучать что-то не привлекая веру вот и поэтому я говорю с точки зрения знания неизбежно признание создателя как кого-то кто эту программу создание вселенной продумал не записывая не записывая и не имея ни рук ни блокнота да и голова это так условно даже понимали что в голове это происходит это вот это сейчас уже есть такое вот определение то что назван было словом о чем догадывались эти древние мудрецы начав в начале было слово то есть у того как было создано вселенной должно было быть поле чего полевые структуры так вы знаете поле энергии поле материи радиоволны световые волны это же все полевые структуры и материя тоже поле вот стоим вот сколько вертимся и разговариваем материя в которой вложена душа и дух еще дух 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 душа тела вот и эта программа она была продумана кем очень хорошая современная расшифровка слова слово слово о котором говорили в ветхом завете мудрецы это всемирный разум всемирный разум который вот из которого вот эти дети индиго уже черпают все то что они неожиданно знают нас это удивляет оказывается так оно есть всемирный разум всемирный разум давайте более научно поле информации поле информации оно должно было быть заранее вот теперь можно думать вместо того чтобы бог и театр как эти ученые американские приезжал тут лекции читал кто создав вселенный случай или сверхъестественной силы там в университете читал лектор почему ты читаешь сверхъестественная сила это не это не определение для ученого для ученого ничего сверхъестественного bald быть не может все естественно если в природе происходят какие-то чудеса нам кажется чудеса им всем имеется какое-то научное определение должно было найдено если еще не найдут, но, может быть, пока это кажется чудом, а на самом деле что-то, на самом деле есть научные объяснения поиски, а мы и находим одно за другим. А вот всемирный разум, откуда взялся, откуда взялся всемирный разум или поле информации, оно должно было быть до того, как все создавалось, потому что продумать такую шикарную Вселенную, то есть, вернее, космос, перестанет слово Вселенная, мироздание такое продумать и создать, и в этом мироздании найти одну планету, Земля, на которой провести еще такой эксперимент о создании живых существ, которые не только, так сказать, обладают инстинктом, так сказать, мышлением, бегают с добычей, питаются, спасаются от хищников, но еще таким, можно сказать, особенным существом, который уже имеет сознание, может, он у тебя прошлом, будущем, может понять, попытаться понять того Создателя, кто он такой, а он кто это, ничто, не может быть, что это, конечно, кто-то, всемирный разум, поле информации, которое висело, заполняло все, и здесь действительно аналогия с тем, как религиозные люди смотрят на Бога, Бог, ну, понятно, что можно изобразить его так, как нам хочется помечтать, вот такой, а на самом деле Бог везде, так говорят религиозные люди, он в каждом из нас, ну, то есть этим всемирным разумом пропитано все пространство, и как мы, например, мы вот все равно сейчас сидим, а вы знаете, что, в каждом из вас, может, вот рядом с вами, а может даже внутри вас, знаете, что поймать? «Поле чудес», какой-нибудь дурацкой передачи, там, «Первого канала» или что-то такое будет, знаете, это, это сквозь нас все проходит, только приемников у нас нет, да, а мы вынуждены, все разговоры, телефоны, на мобильных, телефоны, конечно, тоже проходят сквозь нас, кто-то разговаривает там с Австралией, кто-то с МА, а я вынужден все это терпеть, что у меня проходит, ужас какой-то, вот, у меня тут кто-то напирает вот этот бородатый чек, это поезд невидимого фронта, который все это организовал, сейчас он по мне или стащит со сцены, или что-то еще. Мы не дадим это сделать. Спасибо. Ну, тогда я уж заключение могу сказать, вот я вам досказал, что это слово не зря было сказано в Ветхом Завете, это чутье вот этих древних мудрецов, это поле информации, которое действительно существует, и никто не может сказать, что его нет. Конечно, оно и есть. И что оно содержит все законы прошлого и будущего, и все чудеса, которые мы до сих пор считаем чудесами, это все содержит, мы будем постепенно научным путем дальше анализировать, и находить ответы на эти вопросы. Мы уже слово «взрыв» отменяем, мы слово «случай» отменяем, сверхъестественной силы отменяем, когда мы говорим «создатель». Семейный разум или поле информации является создателем всей этой вселенной. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо.